Венец Главный вопрос, который стоял на этом священии заключался в том, чтобы отремонтировать, капитально отремонтировать и вновь открыть двери для Суворовского училища. Потому что у жителей города Ульяновска, у всех выпускников города Ульяновска это легендарное здание Ульяновского танкового училища остается надолго в памяти. И эту память надо сохранять. Празднования пройдут 8-9 сентября 2018 года. В план входит выпуск памятного знака и почтового конверта, посвященных юбилею. Также будет издана книга, на странице которой увековечит память всех выпускников училища. На этом план торжественных мероприятий не заканчивается. Губернатор Сергей Морозов предложил превратить юбилей в чествование всех танкистов страны, многие из которых были выпускниками Ульяновского училища. Стоит замахнуться на создание или какой-то скульптурной композиции, я вот даже вот сейчас с огромным интересом то, что вы сделали, обалденный просто, конечно, вот полистал, посмотрел. Либо скульптурные показиции, либо, так сказать, полноценные памятники сделать этим людям, которыми мы с вами гордимся. Но если не мы сейчас сделаем, то я не очень верю, что там к 150-летию кто-то сделает. Поручил губернатор продуматься о здании площади танкистов возле парка Победы. Планируется, что несколько улиц областного центра получат имена в честь героев. В дополнение к уже существующим улицам Кашуба, Шурова, генерала Мельникова и генерала Табакина, начальников легендарного училища. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы присвоить улицы еще нашим выпускникам, героям танковому массу Второй мировой войны, который подбил за два с половиной месяца боев 52 немецких танка. Это Лавриненко Дмитрий Федорович. Улицу нужно открыть нашему земляку, героям союза Старостяны Дмитрию Яковлевичу, а также уроженцу Сурского района Ульяновской области Хазову Владимиру Петровичу. На всех улицах будут установлены памятные таблички с описанием подвига героев и биографическими сведениями. Егор Тестов, Данил Сурков, новости дня Ульяновской правды. КОНЕЦ